Ну что, жизнь продолжается, люди летают и ездят в тёплые страны, отдыхают, ну и, конечно же, хотят отдохнуть культурно, а культурно отдыхать умеем, как говорил герой одного классического российского фильма, комедии. Умеем, любим, практикуем. Да, ну и, конечно, мы всегда рады видеть и слышать в нашем эфире людей, которые организуют культурные мероприятия для наших слушателей, вообще для жителей Латвии. Пианистка, глава фонда Германа Брауна Инна Давыдова с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, слышно. Вы меня слышите, я радею. Да, слышим, да, да, да. И, может быть, действительно, я понимаю, что продолжаются мероприятия в концертном зале «Артиссимо» и вот о каких-то самых ближайших интересных концертах, которые ждут Рижан. Может быть, с нескольких слов мы будем рады от вас услышать. Чем порадуете? Ой, я себя прежде всего радую. Вы знаете, у меня много лет назад Крэмер давал концерт по моему приглашению вместе со своим оркестром, и они играли «Вивальди» времена года. И он спросил, а что у вас впереди интересное? Я говорю, а вот у меня Гринденко приезжает, Таня, со своим оркестром, его бывшая жена. И он спрашивает, а что играть будут? Я говорю, вы не поверите, времена года. Он меня спрашивает, это вы так развлекаетесь? Сравнять, да. Вот, так что я, да, я сказала, я развлекаюсь, и я это делаю для себя. Но на самом деле, действительно, те концерты, которые на следующей неделе состоятся, они очень значимы для меня самой, потому что я в них играю, потому что они связаны с моим днём рождения, который на следующей неделе наступает. Поздравляю, да, наступающим. Заранее не надо, да, заранее не поздравляю. И там со мной вместе музицируют мои любимые камерные музыканты, с которыми пройден очень длинный этап жизненный и творческий. Это Ирина Долженко, с которой я уже больше 25 лет сотрудничаю, мы начинали студентками вместе. И Анатолий Софиулин, артист, значение которого для европейской музыкальной культуры невозможно переоценить, поскольку он настоящий рыцарь камерной музыки, и всю жизнь, а она очень у него длинная, посвятил её исполнению. И вот следующий понедельник, 27 сентября, в концертном зале Артисима состоится концерт с теперь очень редкой для Латвии программой, которая называется «Вечер старинных романсов русских». И мне кажется, что для широкой аудитории это очень интересно. Ну, понятно, что, может быть, не для самых молодых, хотя наверняка и есть те, кто дома эту традицию продолжает, и тогда за поколение за поколением включаются в этот процесс осмысления этой музыки. Потому что если в своё время её пели как музыку современную, скажем, 100 лет назад или 150 лет назад, потом её выбросили на свалку истории в советское время, «Сталинные романсы» обозначали словом, которое у нас теперь из лексикона практически ушло, это слово «мещанство». И считалось, что вот эти мелкие чувства, эти тонкости, эти сюсю-пупу, что это всё несовременно, что это не соответствует духу эпохи, и что это входит в ту же парадигму, где находятся клетки с канаритами, ковры на стенах и портьеры с бомбончиками. Но на самом деле время проходит, и всё меняется, и ты понимаешь, сколько в этом прелести, в этой музыке, и сколько в ней чистоты, и какая это прекрасная музыка, и как она затрагивает душу, а если это ещё такой, я бы сказала, непревзойдённый мастер жанра, как Анатолий Софиолин, то это, конечно, большое событие и, конечно, душевное потрясение. Я с ним начала дружить и работать очень много лет назад, очень много лет назад, в 97-м году состоялся наш первый концерт, то есть, в принципе, в следующем году у нас 25 лет сотрудничества. И это большое счастье встретить такого партнёра сценического, с которым совпадают мысли, чувства, эмоции, сердечный ритм. Этот концерт в следующий понедельник. Сразу хочется спросить, какие произведения будут звучать, каких композиторов? Ой, я сейчас назову. Ну, из самых известных – это «Гори, гори, моя звезда», «Ямщик, не гони лошадей», «Хризантемы», «Только раз бывают в жизни встречи». Ну, то есть, вот это такой совсем уже поп-репертуар, скажем, самое-самое наипопулярнейшее. Это то, что мы все знаем, мы все сами можем это спеть. Как будто бы, да? Это не роман с Шуберта, который спеть невозможно самому. Но когда это поётся фиулин, для тебя это открывается совершенно иначе. Это другие эмоции, другие краски и масштаб совершенно иной. Это перестаёт быть домашним пением, а становится событием искусства. Но будут, конечно, и такие романцы, которые менее известны. Ну, это разные композиторы – Малашкины, Переверзев. Те имена, которые мы в списке, скажем, композиторов, которых мы знаем, и их не знаем. Да и на самом деле так часто эта музыка исполняется, она такая в каком-то смысле в своё время была затёртая, что оставались, мне кажется, в памяти имена исполнителей. Вот тех, кто когда-то эту музыку первыми исполнял. Вот то, что мы сейчас только на старых виниловых пластинках можем услышать. А композиторы, они как-то… Они же не писали симфонии, опер, фортепианных сонат. Они оставались, скажем так, артистами малого жанра. Поэтому оставались как-то так в тени. Но это то, что касается концертов «Понедельник». А вот в четверг с Ириной Долженко мы как раз будем исполнять сочинения композиторов, чьи имена хорошо всем известны. Это Глинка, Чайковский, Рахманинов, Свиридов. И будет много новой музыки, которую мы нашим слушателям ещё не представляли. И потрясающий цикл Свиридова на стихе Блока. Это для нас обеих новое. Мы это учим, сейчас учим по отдельности, созваниваемся, как бы придумываем концепцию исполнения. И вот я с нетерпением жду её прилёта, чтобы мы могли вместе начать заниматься. А вообще, возможно ли по Zoom, по каким-то электронным связям проводить репетиции совместные? Потому что мы знаем, что в популярной музыке часто сейчас уже такие коллаборации, когда записывает вокалист в одной стране, гитарист гитару в другой стране, и просто там это всё собирают, а собирают в третьей всё этой стране. Ой, вы знаете, я во времена карантина я видела такую запись, где Евгений Кисин аккомпанировал Рене Флеминг. Они были как на своей стране, и вот это была такая презентационная запись. Ну, наверное, это возможно, но мы этого не делаем, мы просто обсуждаем. Обсуждаем, понимаете, мы не репетируем, скажем так, музыкально. Мы обсуждаем, вот какие темпы, где можно сделать там, допустим, какое-то ускорение, или вот какие слова подчеркнуть в том или ином романсе. Это для камерной музыки очень важно. А музыкально мы занимаемся каждая сама по себе, и мы потом встретимся, и это всё соберётся. Но у нас уже будет выстроена как бы общая концепция. Как мы хотим представить тот или иной романс? Потому что тот же романс, например, «Гори, гори, моя звезда», предположим, я возьму то, что каждому известно, его можно же спеть как молитву, вот той звезде, которая перед тобой, недосягаемая, неважно, она астрономическая или романтическая. И этот романс можно спеть как романс воспоминаний об ушедшей молодости. И вот несмотря ни на что, «Гори, моя звезда», потому что ты заветная. То есть когда ты вкладываешь другую эмоцию, он и звучит совершенно иначе. Он может звучать лирично, а может звучать драматично, а может звучать трагично. Ну вот то же самое с песнями Блока, там вообще страсти мордасти, потому что, например, «Лежит одна во рву Никошиным» Сверидов тоже положил нам музыку. И это уж такой страшный текст блоковский, всем хорошо известный. Ну и другие романсы, там более такие нежные, посвящённые любви, весне. Очень красивая музыка. Потом потрясающий романс с невестой блоковские знаменитые стихи о невесте, которая провожала жениха на кладбище. Ну, в общем-очень такие разные эмоции. А Чайковского будет забыть так скоро. Нет только тот, кто знал. «Песни цыганки», очень красивые романсы. «Глинки». Естественно, мы не обойдёмся без поп-репертуара. Это «Я здесь и на зиле», и «В крови горит огонь желания». Но будут глинкинские романсы, которые очень редко исполняются. Невероятные красоты и такие, я бы сказала, опережающие своё время. Ну вот и Рахманинов, конечно, и «Я жду тебя», и «В молчании ночи тайны». Ну как? Всё-таки концерты связаны с радостным событием моим личным. Поэтому мне хотелось, чтобы программа была такая разнообразная. Эти два концерта... Да, простите. Да-да, я просто к тому, что эти два концерта можно считать тоже как бы подарком себе. Самой себе. Но на самом деле так получается, что я и своим друзьям тоже этот подарок предоставляю. Потому что у меня очень большой круг друзей. И обычно мы собираемся там или где-то в другом месте, или дома, или не дома, за большим столом. Или за несколькими маленькими столами. Но в этом году мне хотелось сделать что-то особенное. Ну ещё в связи с тем, что всё-таки о нас открыли. Мы не знаем надолго и не знаем, в каком масштабе. Но пока мы можем это делать, мы, конечно, это делать будем. И я просто счастлива, что и один, и другой артисты, они оказались свободными в эту мою неделю. Вот. И с нетерпением жду их. И приглашаю наших слушателей на эти концерты. И хочу сказать, что 27-го нас будет угощать Лаурис Алексеев. То есть те, кто к нам ходил, те знают, что у нас обычно угощение такое элегантное всегда, и бокал вина, и кофе. Но в этот раз нам ещё предоставит свою, так сказать, вкусную продукцию Лаурис Алексеев. Так что в цену входит всё. И концерт, и радость, и общение с музыкантами, и возможность прийти на час пораньше, и с бокалом вина с друзьями посидеть в нашем красивом салоне. Ну и, естественно, задержаться после концерта, чтобы пообщаться с музыкантами. А вы умеете убедить. А как вы думаете, я всю жизнь людей привлекаю к тому, чем я занимаюсь? Только ударом убеждения. Это важная составляющая. В востребованных артистов приходится часто убеждать. То есть, не знаю, приехать, если у него уже расписание, всё записано, расписано, и, может быть, кто-то, ну, есть лишний день, но он бы хотел посвятить отдыху, а не концерт. Вот как убедить, вот, потратить этот день всё-таки, ну, вот. Вы знаете, а вот этого я почти никогда не делаю. Поскольку я сама музыкант, я понимаю, что для другого музыканта свободный день. И для меня, например, вот большая проблема сейчас вернуть в Ригу Кисина, потому что он играет меньше концертов, чем играл раньше, и он не хочет нарушать этот свой распорядок. И я уважаю его решение, его подход, потому что я понимаю, с чем это связано. Это связано с невероятной отдачей во время концерта. Ну, представьте себе, были у меня случаи, когда Долженко, например, поскольку она человек безотказный, и очень близкая моя подруга, она просто не в состоянии мне отказать. Она вот пела спектакль, садилась в машину до аэропорта, летела ночью ко мне, и на следующий день у нас был концерт. Но это уже такой износ эмоций и психики, и физиологии, что это можно делать только в самых крайних случаях. Ну, мне так кажется. Что всё-таки надо, что касается артистов, надо их любить, надо их жалеть, и учитывать их особенности, и их возможности, и физические, и психологические. И, в общем, стараться не эксплуатировать. А вот говоря про стихи блока, которые Саверидов положил на музыку, как вы относитесь действительно к тому, когда поэзия, написанная для чтения, для индивидуального потребления, становится романсами, песнями? Тут можно вспомнить и Рязановские, ну, понятно, в «Иронии судьбы», такие хрестоматии, например, и можно вспомнить по «Волнам моей памяти» Тухманова. То есть вот когда он брал какие-то тоже классические тексты, вот насколько это допустимо, в каких рамках, и кому это позволено даже? Да вы знаете, тут вообще, мне кажется, я даже себе никогда такой вопрос не задавала, потому что я всю жизнь играю музыку на чьи-то слова. Ну, всю жизнь я это всегда очень любила, я даже когда не думала о профессии концертмейстера, как о специализации, мне всегда страшно нравилось смотреть именно на пианистов, которые аккомпанировали певцам. Ну, по телевизору же показывали нам эти концерты, можно было слышать и ту же Шульженко, и ту же Образцову, и других музыкантов. А как иначе? А на что ты сочинишь песню? На что? На азбуку, на букварь? Тебе нужны тексты, текст тебя вдохновляет. Нет, ну текст может быть написан вот как раз по заказу, но есть поэты-песенники, которые вот пишут специально тексты для песни. Да-да-да, ну даже есть для спектаклей пишут, вот кстати, очень хорошие иногда получаются песни, когда поэт специально для спектакля по заказу пишет слова. Но что касается большой литературы, то тут варианты возможны всякие. Например, Чайковский на стихи Пушкина практически не написал ни одного романса, хотя написал две оперы на сюжеты пушкинские. Вот почему? Почему он брал тексты весьма среднего поэта Пухтина? Ну, что-то, видимо, откликалось в его душе, и Пушкин, может быть, ему в данном случае был не нужен. А, например, Свиридов, он Блока трактует уже по-своему, потому что живёт другое время, и между ними дистанция 70 лет. И, естественно, это уже какой-то другой подход и уже к тексту, к самому. То же самое и у Тухманова, он же писал, допустим, на стихи Вагантов, на стихи Сапфо, но он же писал это в современном стиле. Даже если он где-то, как это слово-то, цитировал предыдущие эпохи по стилю, ну, какие-то стилизации использовал, всё равно мы прекрасно понимали, что это современный музыкальный язык. Другой разговор, когда вдруг весьма знакомые, значимые и знаковые тексты становятся музыкой поп-репертуара. Вот я в своё время не смогла согласиться с Пугачёвской песней «Ленинград». Я вот это тоже хотел привести в примерную. Никак. Вот этот вальсок и это вот это, вот это, тю-тю-сю-сю, туда-сюда, такое впечатление. Там даже можно было бы, если эту музыку использовать, может быть, можно было передать ей какое-то другое значение. А так она стала легкомысленной, эта песня, на мой взгляд, и весь страшный её подтекст, не её, его этого текста, этого стихотворения, он улетучился, он весь растворился в этих незатейливых мотивчиках. Вот такие случаи. Ну а что ты скажешь, где граница? Каждый же себе её сам ставит. Я, например, могу сказать тебе, я не буду эту песню исполнять. Вот на стихе Мандельштама в этом варианте я это на своих концертах играть не буду. Вот тут моя граница. Ну что же, мы видим, что, да, время у нас поджимает. Может быть, ещё раз просто напомним нашим слушателям, что в концертном зале «Артиссимо», где небольшой, уютный, вот скорее даже зал-салон, где, в принципе, дистанция между исполнителем и слушателем буквально вот сведена к минимуму, пройдёт два мероприятия. Это «Вечер русского романса» 27-го, числа и «Жемчужина русской музыки» 30-го. Так что, если кто-то, у кого-то есть свободные как раз вот эти вечера, мы рекомендуем обратить внимание. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, хорошего. Спасибо вам. Билеты на нашем сайте можно заказать или купить билеты в 7-й билет-сервис. На понедельник уже очень мало билетов осталось, на четверг пока ещё есть. Будем надеяться, что заинтересованным хватит. Спасибо. Спасибо. Спасибо ещё раз и доброго дня. Спасибо. Что же, утро на балконе подходит к концу. Что нас ждёт дальше? Подоплёком, да? Да. Предложение от доктора Апиниса, дальше Академия здоровья, а дальше история группы «Перконс». Вы слушаете радио «Болтком». «Болтком». Продолжение следует...